Александр Грин. Золотая цепь. Глава первая. Дул ветер. Написав это, я опрокинул неосторожным движением чернильницу, и цвет блестящей лужицы напомнил мне мрак той ночи, когда я лежал в кубрике из Паниолы. Эта суденушка едва поднимала шесть тонн, на нем прибыла партия сушеной рыбы из Мазабу. Некоторым нравится запах сушеной рыбы. Все судно пропахло ужасом, и, лежа один в кубрике с окном, заткнутым тряпкой, при свете скраденной у шкипера Гроссвичи, я занимался рассматриванием переплета книги, страницы которой были выдраны неким практичным чтецом, а переплет я нашел. На внутренней стороне переплета было написано рыжими чернилами. Сомнительно, чтобы умный человек стал читать такую книгу, где одни выдумки. Ниже стояло «Дик Формирон», «Люблю тебя, Грета», «Твой Д». На правой стороне человек, носивший имя Лазарь Норман, расписался двадцать четыре раза с хвостиками и всеобъемлющими рощерками. Еще кто-то решительно зачеркнул рукописание Нормана и в самом низу оставил загадочные слова «Что знаем мы о себе». Я с грустью перечитывал эти слова. Мне было шестнадцать лет, но я уже знал, как больно жалит пчела грусть. Надпись в особенности терзала тем, что недавно парни с милузины, напоив меня особым коктейлем, испортили мне кожу на правой руке, выколов татуировку в виде трех слов «Я все знаю». Они высмеяли меня за то, что я читал книги, прочел много книг и мог ответить на такие вопросы, какие им никогда не приходили в голову. Я засучил рукав. Вокруг свежей татуировки разовела вспухшая кожа. Я думал, так ли уж глупые эти слова, я все знаю. Затем развеселился и стал хохотать. Понял, что глупый. Опустив рукав, я выдернул тряпку и посмотрел в отверстие. Казалось, у самого лица вздрагивают огни гавани. Резкий, как щелчки, дождь бил в лицо. В мраке суетилась вода, ветер скрипел и выл, раскачивая судно. Рядом стояла милузина. Там мучители мои, ярко осветив каюту, грелись водкой. Я слышал, что они говорят, и стал прислушиваться внимательнее, так как разговор шел о каком-то доме, где полы из чистого серебра, о сказочной роскоши, подземных ходах и многом подобным. Я различал голоса Патрика и Моульса, двух рыжих свирепых чучел. Моульс сказал, он нашел клад. Нет, возразил Патрик. Он жил в комнате, где был потайной ящик. В ящике оказалось письмо, и он из письма узнал, где алмазная шахта. А я слышал, заговорил ленивый, украдший у меня складной нож, Карль гусиная шея, что он каждый день выигрывал в карты по миллиону. А я думаю, что он продал душу дьяволу, заявил Балинас, повар. Иначе так сразу не построишь дворцов. Не спросить ли у головы с дыркой, осведомился Патрик. Это было прозвище, которое они дали мне. У Санди Пруэля, который все знает. Гнусный, о какой гнусный, смех был ответом Патрику. Я перестал слушать. Я снова лег, прикрывшись рваной курткой, и стал курить табак, собранный из окурков в гавани. Он производил крепкое действие. В горле как будто поворачивалась пила. Я согревал свой озябший нос, спуская дым через ноздри. Мне следовало быть на палубе. Второй матрос Испаньолы ушел к любовнице, а Шкипер и его брат сидели в трактире. Но было холодно и мерзко наверху. Наш кубрик был простой, дощатый на рой с двумя настилами из голых досок и с льдяной бочкой столом. Я размышлял о красивых комнатах, где тепло, нет блох. Затем я обдумал только что слышанный разговор. Он встревожил меня. Как будете встревожены вы, если вам скажут, что в соседнем саду опустилась жар птица или рассвел розами старый пень? Не зная, о ком они говорили, я представил человека в синих очках с бледным ехидным ртом и большими ушами, сходящего с крутой вершины по сундукам, окованным золотыми скрепами. Почему ему так повезло, думал я? Почему? Здесь, держа руку в кармане, я нащупал бумажку и, рассмотрев ее, увидел, что эта бумажка представляет точный счет моего отношения к Шкиперу. С 17 октября, когда я поступил на Испаньолу, по 17 ноября, то есть по вчерашний день, я сам записал на ней все вычеты из моего жалования. Здесь были упомянута разбитая чашка с голубой надписью дорогому мужу от верной жены, утопленное дубовое ведро, которое я же сам по требованию Шкипера украл на палубе западного зерна, украденный кем-то у меня желтый резиновый плащ, раздавленный моей ногой мундштук Шкипера и разбитое все мной стекло каюты. Шкипер точно сообщал каждый раз, что стоит очередное похождение, и с ним бесполезно было торговаться, потому что он был скор на руку. Я подсчитал сумму и увидел, что она с избытком покрывает жалование. Мне не приходилось ничего получить. Я едва не заплакал от злости, но удержался, так как с некоторого времени упорно решал вопрос, кто я, мальчик или мужчина? Я содрогался от мысли быть мальчиком, но с другой стороны чувствовал, что что-то бесповоротное в слове «мужчина» мне представлялись сапоги и усы щеткой. Если я мальчик, как называла меня однажды бойкая девушка с корзиной дынь, она сказала «ну-ка, посторонись, мальчик», то почему я думаю о всем большом, книгах, например, и о должности капитана, семье, ребятишках, о том, как надо басом говорить «эй вы, мясо акулы». Если же я мужчина, что более всех других заставило меня думать оборвыш лет семьи, сказавшись, становясь на носки «дай-ка прикурить, дядя», то почему у меня нет усов и женщины всегда становятся ко мне спиной, словно я не человек, а столб? Мне было тяжело, холодно и неуютно. Ветер выл. «Вой», — говорил я, и он выл, как будто находил силу в моей тоске, крошил дождь. «Лей», — говорил я, радуюсь, что все плохо, все сыро и мрачно, не только мой счет с шкипером. Было холодно, и я верил, что простужусь и умру. Мое непрекаянное тело... Субтитры создавал DimaTorzok